Добрый вечер всем! Рада вас видеть после долгого перерыва. Как у вас дела? Как настроение? Добрый вечер всем! Сегодняшний урок для меня будет немножко странный, потому что... Да, это правда. Я тоже, по-моему, очень скучала по всем. Почему странный? Потому что все уроки я обычно готовлю заранее, не люблю ничего делать в последнюю минуту. Добрый вечер, Лея! Но этот урок меня настолько вдохновил, что я буквально за пять минут до начала урока его дописала. Поэтому вполне вероятно, что он у меня еще в памяти не осел, мне придется подглядывать бумажку, простите меня. Но очень хотелось затронуть эту тему, потому что это непосредственная подготовка к празднику, который у нас будет на следующей неделе, шавуот. Я уверена, что вы уже начали подготовку, и с Божьей помощью мы еще с вами встретимся до праздника, и духовно немножко зарядимся, и поймем вообще, куда, в какое направление мы должны направить свои мысли. И этот урок – непосредственная подготовка к шавуоту. Хотя, естественно, он будет приурочен к недельной главе, которая называется «Бэмидбар» в пустыне. Не знаю, что вы уже учились с другими лекторами по этой недельной главе, но очень надеюсь, что хоть что-то для вас будет полезное с этого урока. Бэмидбар Был один мальчик, которого папа решил отправить учиться в новую ешиву. И когда они, переехав в новый город, пошли к директору этой ешивы, он проверил оценки этого мальчика, он решил, что он его не примет. Хотя они переехали в этот город и в эту улицу, на эту улицу, именно из-за этой ешивы. И он ходил очень грустно, и к нему подходили люди, и никто ему не мог помочь, потому что они понимали, почему этого мальчика не приняли, и оценки были достаточно средние, статистически хороший мальчик. И когда они пошли напрямую к директору ешивы, тот объяснил, что у нас настолько высокий уровень мальчиков, что он подпортит нам всю картину. Я не хочу, чтобы у нас были мальчики средние, я набираю только самых умных, поэтому извините, ищите себе какое-то другое место, и мне не важно, что вы сюда переехали. Мы с вами часто сталкиваемся, мне кажется, с вопросом, когда нам надо поставить личность человека напротив общества, напротив целого какого-то коллектива. И тогда мы задаемся вопросом, а кто важнее? Один этот мальчик, который хочет учиться, просто у него, может, не хватает терпения, или знаний, или интеллигенции, да всего чего угодно, но он же хочет учиться. Или правильно сделал директор общины, что он не подставил других мальчиков, что он берет туда только самых умных, что он держит один уровень. И для него очень важна вот эта вот общая картинка, чем брать одного мальчика и поднимать его до уровня. То же самое касается у нас работы. Стоит ли нам брать опытных людей, доплачивать им больше, или стоит взять новичка, или смотря на то, что он может допустить ошибки, он будет вашей компанией расти, и, может быть, его новые идеи помогут компании развиться. Почему мы об этой сейчас, на эту тему начали говорить? Потому что это непосредственно тема нашей недельной главы. Она дает нам невероятное направление к тому, чтобы начали мы себя ценить. Эта глава открывает у нас вопрос, насколько мы важны перед обществом, насколько мы должны быть подвластны. На иврите есть такое понятие, как лахацхевраты, общественному мнению, должна ли я идти за общиной, вести себя как община, быть частью какого-то общества, будь то на работе, на улице, на которой я живу, в синагоге должна ли я быть такой, как все. Или есть я, и есть община, и мы с ней соприкасаемся в определенных моментах, не изменяя друг друга. Эта недельная глава говорит нам о ценности личности, о том, что нет другого человека такого же, как вы, и что нам надо научиться ценить себя и не пытаться изменить благодаря или вопреки тому обществу, которое нам диктует свои законы. Я бы очень хотела с вами раскрыть эту тему, показать, как она раскрыта в нашей недельной главе, и как она готовит нас, духовно и морально, к получению нашей Святой Торы. Уйдем немножечко вглубь этого вопроса и зададим аллахическую такую ситуацию. Например, я вам скажу, что в конце января 1982 года, в конце Ливанской войны в Израиле, в Ливане, в городе Цор, произошла катастрофа. В здании, где заседали еврейские солдаты и арабские какие-то, арабские солдаты, военные солдаты, это было очень какое-то, я, к сожалению, не успела зайти в гугл и точно почитать, что это было, военный объект. Спасибо большое. И вдруг в один момент прозвучал взрыв, и это здание рассыпалось, как карточный домик. Когда собрали все силы для того, чтобы начать спасательную акцию, они поняли, что на первых этажах этого здания было примерно от 5 до 7 человек. Всего в этом здании находилось 92 человека. Как начинать спасать этих людей? Если они начнут снизу, то вполне вероятно, что они вот этих вот людей 3-5 достанут, но тогда, когда они будут разбирать завалы, все здание может рухнуть, и 90 человек с верхних этажей точно погибнут. Или они должны начать с верхних этажей, тогда им удастся спасти больше народа, но точно те, кто находится внизу, они умрут. Правильнее было бы начать с самого начала, но когда у тебя стоит правило и количество людей, которые могут пострадать, тут же возникают вопросы. Кого лучше спасать? Есть ли у нас вообще возможность думать о том, кого мы должны спасти? Что они решили и что из этого получилось, я вам скажу немножко попозже. Но такие ситуации в нашей жизни, не дай бог, но случаются. Как они проявляются в нашем современном мире? Например, не дай бог, не о нас будет сказано, едет машина на большой скорости и понимает, что у нее отказали тормоза. С одной стороны, она летит на бабушку, переходящую дорогу, с другой стороны, если она, а нет, она летит на детей, переходящих дорогу, с другой стороны, если она немножко повернет, она врежется в бабулечку 90-летнюю. Должны ли у человека проходить в голове такие мысли? Кого же мне лучше убить? Может быть мне не наехать на пятерых ребят, а наехать на эту бабушку, она все равно уже прожила большую часть своей жизни? Или, например, был случай, когда автобус застрял посреди рельс, и тогда у водителя поезда возникает вопрос, или он резко останавливает поезд, и все, кто в его вагонах падают, получают увечья, не дай бог, умирают, или он врезается в автобус, и тогда только первый вагон пострадает, а остальные будут невредимы, потому что не почувствуют вот эту вот силу удара. Каждый раз возникают в Аллахе такие актуальные вопросы, дай бог мы бы с ними не сталкивались, но я очень хочу вывести из них вещь, которая будет актуальна для каждого из нас, даже если вы не водите машину на большой скорости и не являетесь водителем поезда. Итак, Рамбам приводит нам для Аллахи невероятный закон. По этому закону очень много спорят, очень много пытаются понять, что он имел в виду. И лев... Здрасте! Значит, Рамбам говорит у нас так. Когда враги Израиля придут на нашу территорию и скажут, дайте нам одного человека для наших колдовских заговоров, и мы его там убьем, привнесем в жертву, или мы убьем весь город, Рамбам заповедует нам, как Аллаху, не отдавать одного человека. Это значит, что мы должны пострадать все, 200 жителей города, 5000 жителей города, но не отдать одного единственного, который и так пострадает. Или он пострадает, только он умрет, или умрут все, и он в том числе. И это очень странный закон. Мы в наше время могли бы назвать этого человека фан... Сейчас... Я нет, я не понимаю пока. В нашем мире мы бы назвали этого человека религиозным фанатиком. Ты с ума сошел? Кто тебе вообще такое сказал? Почему ты думаешь, что один человек, он намного важнее, чем 200? Где логика, где вот этот вот фанатизм заканчивается, начинается нормальная мысль, когда ты понимаешь, что он все равно умрет, надо всегда идти на какие-то жертвы. Такие вопросы у нас актуальны в Израиле, дай бог, чтобы они закончились. Но когда, например, берут в заложники одного солдата и просят выпустить тысячу террористов из тюрьмы, почему мы должны ради одного солдата подвергать опасности весь Израиль? И это было, были такие случаи напротив Гелат Шалита, сколько у нас освободили тысячу солдат, а когда, не то что хуже, но еще больше непонятно, когда за тело умершего солдата, чтобы вернуть его на нашу землю и похоронить, мы тоже выпускаем тех людей из тюрьмы, которые только и умеют, что убивать. Неужели наши мудрецы были настолько фанатичны, что они не понимали, что есть логика в вещах, что надо отдать одного человека, забыть про этого одного солдата, потому что есть большая масса и один солдат, который, конечно же, на чаше весов в нашей какой-то логической координации меньше. Почему же Рамбам поставляет нам на Аллаху такой странный закон, что если просят или одного, или всех, пусть убьют всех? Вам кажется это логическим? Многим мудрецам тоже кажется нет, и они пытаются понять, что Рамбам хотел сказать. То же самое касается, если приходят и говорят, дайте нам одну женщину, или мы используем всех женщин города. Никто не может сказать, вот возьми, пожалуйста, вот эту вот, она и так как бы уже, и детей у нее нет, и мужа нет, вот возьми и отстанет всех нас. Нельзя, ни одну самую некрасивую старую женщину мы не можем отдать для того, чтобы спасти жизнь молодых красивых многодетных матерей. Есть только один выход из ситуации, когда Рамбам разрешает сделать такой выбор, это когда приходят враги и говорят, отдайте нам именно вот этого человека. И вы смотрите и понимаете, что по БСД, но по суду этот человек и так повинен смерти, он столько нагрешил, он столько сделал, его уже давно пора было посадить в тюрьму. И вообще, только из-за него пришла такая напасть в город. Вот такого человека, в принципе, можно отдать, чтобы спасти весь город. Но что Рамбам еще раз говорит, пожалуйста, помните, это не, как это на русском правильно сказать, это не изначально должна быть такая ситуация, чтобы легко говорить, да ладно, возьми его, главное спасти чужие жизни. И тут возникает вопрос, ну, чего я должна страдать из-за какого-то одного человека? Почему жизнь моя, моих детей, семьи, я не знаю, всего Израиля ставится на чашу весов вместе с одним солдатом, и эти чаши равны? От солдата не отдадим, можешь весь народ убивать. Эту тему я бы хотела с вами сегодня раскрыть, но до таком, надеюсь, уровне, чтобы каждый из вас почувствовал, что эта тема для вас в реальной жизни актуальна. Секунду. То есть, если правильно, в том здании было начать раскопки с самого низа, то они должны были так и сделать. И на самом деле, они начали раскопки этого здания снизу, они спасли всех тех людей, кто находился внизу, но 72 человека в той катастрофе погибло. И ни один раввин их не осудил, потому что по закону Тора они сделали правильно. Даже, говорится, Рамбам вот очень четко тоже подмечает, а если это не обычные люди, представьте себе, что если бы вам стало известно, что в этом здании на девятом этаже находятся Мошера Бейну, Авраам Авину, Мирьям и ее сын, то есть главы народа, а внизу те, кто подметают конюшни у арабов, я не знаю, евреи, рабы, как бы вы поступили? Тора говорит, нету никакой разницы между Мошера Бейну и обычным уборщиком. Это надо делать по закону. Нету важности в человеческой жизни. Если ты можешь спасти человека, ты должен это сделать. Я вам хочу немножечко углубиться в эту тему. Почему нам нельзя делать такой выбор? Почему нам нельзя отдать одну женщину, чтобы спасти всех остальных? Почему нельзя оставить одного солдата в плену, для того, чтобы спасти всех остальных потенциальных жертв террористических актов, которые сделают следующее? Потому что это очень тонкая грань, когда мы в нашу голову пускаем мысль, что мы решаем, кому жить в этом мире, а кому умирать. Как только мы начинаем думать, так, этой бабушке 90 лет, она уже свое прожила, эти детки могут еще жить, мы включаем в себе Всевышнего. Мы выкидываем его из нашей жизни, мы говорим, мы сами строим этот мир, мы решим, кому жить, кому умирать, забывая, что Всевышний дал и Всевышний взял. Мы приближаемся вот этими мыслями к нацистам, которые считали, что есть жизни важные, а есть неважные. Этих надо убить и очистить мир, а эти должны жить и процветать, и дальше развивать планету. Эти мысли мы должны искоренить из себя. Первое. Второе. Мы с вами уже когда-то говорили, помните, когда у нас был урок по поводу того, может ли еврей быть вегетарианцем, можно ли нам кушать мясо. И изначально мы с вами упомянули такую вещь, что евреи не бывают охотниками, извините, выпадают слова. Евреи, они не охотники. Евреи, они пасут, выходят с пасти овец, евреи читают книги, евреи учатся в Ешиве, евреи делают открытия. Евреи, они не охотятся, потому что это не наша природа убивать. И поэтому мы не можем даже пустить себе мысль такую в голову, кого бы мне сейчас убить, что бы мне сейчас выбрать, этого или этого человека. Здесь пусть решает Всевышний, не подпускайте к себе такие мысли, это вообще не в нашей юриспруденции. Дальше. Рассказывает один врач историю, что поступил к ним человек, который жил в глубокой деревне, и когда он рубил дрова, дрова двора, не рукоятка, а железо, наконечник топора выскочил и врезался ему, даже не хочу показывать на себе, в часть шеи головы. Вот с таким вот торчащим железом его привезли в больницу. И тут же включили операционную и обезболивающую, и все начали делать. И этому врачу, который рассказывает историю, сказали, что ему надо позвонить быстро всем родственникам, чтобы они собрались, с них взяли кровь, чтобы сделать переливание, посмотреть, чья кровь ему подходит. И он говорит, что он был в шоке, потому что его сыновья пришли в лечебницу, они посмотрели на состояние папы. И они между собой начали говорить, да нет, если он выживет, он останется овощем, кому это надо, кто будет за ним ухаживать, у меня много детей, у меня бизнес. И они подошли к врачам и сказали, вы знаете что, мы считаем, что наш папа прожил уже достаточно, давайте вы просто не будете ничего делать, и на этом его жизнь закончилась. Такой ситуации в еврейской жизни не должно быть. Мы не имеем права решать, кому жить, а кому не жить. Кто важнее, а кто может умереть. В наших глазах мы не можем быть теми, кто решает, кто нужен этой планете, кто важен для этой планеты, кто еще сделает в ней какую-то важную роль, а этот уже изжил себя. Вот видите, я не запомнила этот рог до конца, потому что готовила его в последнюю минуту, я, конечно, сейчас себя за это виню. Смотрите, для того, чтобы нам понять, какой человек важнее, а какой нет, у нас должны быть какие-то критерии, по которым мы человека меряем. Например, этот человек два высших образования, этот даже букв не знает, окей, тут понятно, кто важнее. Этот человек молодой, этот старый, тут понятно, кто важнее. Этот многодетный уже как бы свое родил и сделал потомство, а этому еще рожать и рожать. Тут как бы тоже можно какие-то свои мнения привести, кто в этом мире должен остаться, кто нет. Но есть вещи в человеческой сущности, которые невозможно измерить, которые безграничны. И эта вещь, это душа человека, его потенциал. Если мы с вами вспомним первую главу Тора, когда Всевышний творил мир за шесть дней и в седьмой отдыхал, мы с вами помним, что весь мир творился какими-то большими блоками. Сначала был блок, когда был создан небо и земля, вода и суша, птицы и рыбы, животные были созданы. Все было создано какими-то большими блоками. Как только дошло время до человека, тут Всевышний решил, что он будет делать ручную работу. Очень тонкую ювелирную работу. Он сначала создал Адама. И написано, что он не только его создал словом, как все остальные творения. Он собрал по всей планете Землю. Пыль. Не пыль, а плодотворную почву. Когда из этой почвы он слепил тело, он своими губами вдохнул в ноздри нам нашу душу. Он работал над нами очень четко. И чтобы мужчина потом не говорил, что он важнее женщины, женщину он тоже создавал своими руками. Усыпил мужчину, взял часть от него, создал нас. Более продвинутую версию. Никогда не сравнивайте айфон пятый и айфон десятый. Но нас он сотворил особенными. Он вдохнул в нас часть себя. И когда мы говорим, что в каждом человеке есть часть Всевышнего, это уже такой критерий, который невозможно поставить начавший весов, потому что он у всех одинаковый и у всех превосходит все возможные измерения, потому что Божественную Душу никак нельзя преуменьшить ее значимость. Сейчас, секунду. Рамбам говорит, как мы знаем, что Всевышний так чутко работал над человеком. И говорит интересную вещь. Посмотри в зеркало. И это правда. Столько миллионов людей живет на планете. Миллионов, миллиардов. Видели ли вы когда-то двух одинаковых людей? Даже двойняшки, родившиеся у одной мамы от одного папы в одно время, они всегда чем-то отличаются. Есть ли на свете человек такой, как ты? Существует ли такой характер, как у тебя? Такая же внешность, такое же телосложение. Посмотрите, как в одной семье может быть 10 детей, а они все разные. Иногда мне кажется, что мои дети похожи со своими друзьями намного больше, или там племянниками, чем между собой. А это одна мама, один папа, один генетический код, одни условия существования. Они бывают двух одинаковых людей. И именно этим Всевышний хочет нам показать. Я так заморочился над вашей внешностью, для того, чтобы каждый из вас понимал, ты особенный. Это не айфон, например, который выпустили, и все десятые айфоны, все одинаковые. Это не Мерседес, который выпустили один, увидели, что он крутой, и дальше всех печатают, как на конвейере одинаковые. Всевышний мог создать одинаковых людей. Посмотреть на Адама и сказать, «Ничего, так вышел, красавчик, а ну на конвейере, будут у нас миллиарды мужчин вообще одинаковых». Или женщины то же самое. Ну ничего такая, все в нее вложил, все отлично. Давайте-ка сейчас всех женщин сделаем такими, и никто не будет никому завидовать. Урок про зависть, кстати, если вы не слышите, вы можете переключиться на прошлый урок. Всевышний доказывает нам своим вкладом в нашу внешность, что мы особенные, и нету человека, который может сказать, что я намного хуже, чем остальные. И это так круто жить в народе, который живет по правилу, что моя жизнь важна так же, как и жизнь целого города. Когда я не должна бояться, что придут в город злодеи и скажут, «Дайте мне Одину», и они такие «Да-да, бери, главное, нас оставь в покое». Это настолько делает нас в глазах самих себя, ведь Всевышний и так знает, какие мы особенные, делает нас важными. Во-первых, перед всем миром, а во-вторых, перед собой. Те люди, у которых не хватает самооценки, они должны почитать эту недельную главу, потому что она очень тонко раскрывает особенность каждого человека и любовь Всевышнего к каждому из нас. Праздник Шабот, которому готовит наша недельная глава, это единственный праздник из всех, которые мы празднуем, не как целостная община, которая предстает перед Всевышним, а как каждый человек в отдельности на, как бы я так сказала, на романтическом ужине со Всевышним. Вы можете, конечно, сказать, что на ваш взгляд и Йом-Кипур считается очень таким интимным днем, но если вы посмотрите молитвы, которые мы читаем на Йом-Кипуру, вы там не говорите со Всевышним, «Я виновата, я согрешила, папочка, прости, извини, дай, пойми, забудь». Мы читаем в молитве, «Прости, что я убивала, прости, что я грешила при любодеянии». И каждый из вас может взяться за голову, «О, Боже, я же такого не делала, за что я прошу прощения». А как за что? За то, что есть какой-то еврей, который это делал, и из-за того, что мы одно тело, и если нога болит, то всему телу больно. Я за этого человека прошу прощения. То есть, каким бы интимным этот день ни был, я все равно как часть еврейского народа выступаю. Шавуот с Днем Иерусалима, кстати. Да-да-да, спасибо большое, что напомнили об этом сказать. Вы только что с детьми собирали пазл огромной карты Израиля. Этот праздник мы с вами празднуем очень глубокую личностную связь со Всевышним, как с нашим мужем, говоря ему, «Ты из всех женщин выбрал именно меня». И со всеми моими заморочками, гормонами, я не знаю, перепадами настроения и веса и всего остального ты продолжаешь меня любить, и каждый день ты выбираешь меня из всех миллионов женщин, которые ты видишь и знаешь о их существовании. Спасибо тебе, мой любимый муж, за твое терпение, если сейчас видишь меня или будешь смотреть в повторе. То же самое происходит на Шавуот. Мы не приходим, как целый народ, когда мы можем спрятаться за спиной других людей. Недельная голова Бэмидбар, какой бы это год ни был, высокостный, невысокостный, я не знаю, 12 июня будет в году, Бэмидбар всегда должен выходить перед Шавуотом. Почему? Потому что в нем есть особенная вещь, которая помогает нам подготовиться к этому празднику. Сейчас мы с вами к ней придем. А, вот то, что я еще хотела сказать, на мой взгляд, интересное. Если вы помните Яков, у него было 12 сыновей. 11 нормальных, а один красавчик. Одного Йосифа папа выделял, он его не отпускал на тяжелые физические работы, он ему вышел в специальную рубашку, которая выделяла его от всех мальчиков. И еще, как бы так невзначай, он его посылал для того, чтобы Йосиф смотрел, как другие братья себя ведут, и как бы докладывал папочке. Скажем так, когда братья против него восстали, это было, на наш взгляд, очень легитимно. Братья подумали, он не достоин, он не такой, он возобнил из себя непонятно кого, и они ему отомстили. В этой ситуации они поставили на чашу весов себя, 11 братьев, и одного Йосифа, малолетнего завистника, который все докладывал папочке, который ходил с поднятой головой. Значит, пацаны на земле вот это вот ее копают, пашут, выгуливают стада, охраняют животных, делают физическую работу, и приходит такой Йосиф вдоль Чагабана, прогуливается, и потом ходит, и папочке рассказывает, кто из мальчиков был лентяем. Понятное дело, что они против него, но что они не имели права думать вообще, кто важен в этом мире, а кто не важен, потому что это решает только Всевышний, а Всевышний уже сделал свой выбор. Он сказал, что каждый из нас одинаково важен, даже если стоит в чаше весов целый мир, и вы, между ними знак равенства. И что произошло в конце с Йосифом? Правильно, в конце все поклонялись Йосифу, и все зависели от Йосифа. И Йосиф это был тот человек, который спас весь мир от голода. Никогда нельзя недооценивать человека, даже если он нам кажется совершенно недостойным нашего внимания. Это как если спросить у папы, у мамы, ну вот не знаю, мы такие, не дай бог, но такие случаи были во время войны, когда приходили и говорили, отдайте мне одного своего ребенка, и тогда спасете остальных. Возможно сделать этот выбор? Неужели папа может сказать, возьмите шмулика, главное, сарочку возле меня оставьте? Никакой родитель не может сделать такой выбор. То же самое Всевышний. Нету для него любимого ребенка. Он в каждого из нас дал часть себя. Каждый день поддерживает в нашу жизнь. Не для того, чтобы его дети вдруг начинали решать, кто в этом мире важнее, а кто хуже. Почему? Вы думаете, что вы можете общаться с успешными личностями, а уборщицу в синагоге не замечать и проходить мимо. В перке вот, который мы сейчас учим до шивота, написана невероятная вещь. Одна из самых вот таких вот главных, на мой взгляд, которые бы я хотела научить своих детей. Перевод-то русский там не очень, но оно звучит так. Помни, что нет в этом мире человека, у которого бы не настал его звездный час. Это значит, что каким бы низким ни казался нам человек, зная, что он создан для какой-то глобальной определенной цели, и когда-то придет момент, когда Всевышний скажет, только благодаря этому шмулику, который чистит обувь от навоза своих хозяев, я сотворил этот мир. И так он говорит каждый раз. Секунду. Я думаю, что вы знаете. Шалом всем, рада всем, кто присоединился. Я пытаюсь отвлечься на ваши комментарии, чтобы не забыть урок, потому что я уже сказала, что я к нему не так готова, как обычно. Но продолжаем. Вы знаете, что был такой знаменитый итальянско-американский дирижер Артуро Тосканини. Так вот, один раз о его жизни хотели написать биографическую сводку. И позвонил ему журналист и сказал, я бы хотел взять у вас интервью. Окей, но сегодня я не могу, я занят. Простите за мою наглость, а чем вы заняты? Он говорит, что я написал пьесу, которую сегодня будет исполнять мой друг в другой стране. Я не смог туда пойти, но мне бы хотелось по радио услышать, как он исполняет моё новое произведение. Он говорит, вы знаете, мне бы это очень многое о вас рассказало, даже если вы будете молчать. Можно я посижу тихо рядом и посмотрю на вашу реакцию? Он пришёл. И, конечно же, Тосканини очень бурно дирижировал и поддерживал. И он очень эмоционально пережил вот этот концерт. И когда в конце у него спросили, ну как, как вам ощущения, как он смог передать то, что вы вложили в это музыкальное произведение? И он сказал, было достаточно хорошо, но не хватало одной скрипки. Это когда человек, который брал интервью, сказал... Это реальная история, она написана в интернете. Ну, написана в интернете реально, это, конечно, смешно, но я думаю, что она была на самом деле. Мне кажется, что она как никогда подходит под нашу тему урока, потому что для нас, для зрителей, включите музыкальную, и, я не знаю, какую-то симфонию, вы услышите сбалансированную, красивую музыку. Что слышал Тосканини? Он слышал, что он написал музыкальное произведение для 120 инструментов, из которых 15 должна была быть скрипка. И он услышал, что одной скрипки не хватало. И когда они позвонили, им на самом деле сказали, что по дороге один скрипач попал в аварию, он не смог присутствовать. И когда у него спросили, как ты узнал, он сказал, это для вас музыка, а для меня это каждая нота, которая исходила из моей души, и ее я чувствую изнутри. Ну, как она вышла из меня, то же самое Всевышний чувствует и по отношению к еврейскому народу. Мы все для Всевышнего одна большая красивая симфония. Мы можем с вами подумать, что есть разные евреи. Эти в Америке, их вообще не понять с их менталитетом, которые кричат. Эти французы, которые красиво одеваются, но в Израиле, например, их эти огромные башни на голове смотрятся, как нефертити. Эти вообще непонятно откуда. Мы это все воспринимаем как какую-то нецелостную картину. Для Всевышнего, если кого-то из нас не будет в этой картине, он сразу почувствует. Поэтому, кроме того, что эта недельная глава рассказывает нам о том, что мы очень важны перед целым обществом, она говорит еще нам, «Ты важный! Ты для меня самый важный! Помни, что я ради тебя создала этот мир!» Например, когда мужчина и женщина, пара, стоят под хупой в день своей свадьбы, им под хупой семь раввинов произносят, семь благословений. И если бы я у вас спросила без предварительной подготовки, какие бы вы благословения включили в посвящение жениха и невесты в семью, вы бы сказали, «Благословение быть богатым, иметь много детей, чтобы у вас был шломбай, чтобы вы понимали друг друга и не ссорились». Это все правильно. Но там еще включены странные благословения, которые рассказывают нам про сотворение мира. Благословен Всевышний, который сотворил этот мир, Адама и Хаву сотворил он. При чем здесь Адам и Хава? Сара и Аврам стоят под хупой. А ты мне про Хаву и Адама, которые согрешили в первый же день. К чему это все? Говорит нам Всевышний. Пожалуйста, когда ты стоишь под хупой, я хочу тебе напомнить еще одну важную вещь. Вы для меня сейчас как Адам и Хава, как двое людей на всей планете, кроме них нету никого. Вы должны себя чувствовать, что вы не ячейка огромного общества, и если вы распадетесь, ничего в этом мире не изменится. Вы должны чувствовать, что ради вас, я сотворила эту землю, у вас есть возможность не сделать того проступка, который сотворила первая парочка. И эта мысль должна навести нас на то, чтобы было меньше ссор, чтобы мы почаще сдерживались в своих эмоциях, чтобы мы относились к воспитанию детей по-другому. Если мы будем понимать, что это не просто дети, и будут еще, дай Бог, и вырастут нормальными, главное, чтобы человек был хороший. Это единственные дети на планете. Может быть, для них создан весь этот мир. Почему вообще я вам говорю, что вся эта тема завуалирована в нашей недельной главе? Потому что в Бемидбайр начинается с того, что Мушера Бейну пересчитывает еврейский народ. Сейчас, секунду. В общем, я уже не помню, где что, говорю по памяти. Пересчитывается весь еврейский народ. Причем, спрашивается, зачем еврейский народ пересчитывать? Полгода назад в Тишрея уже считали еврейский народ. И что? Тогда было 603 550 человек. Прошло полгода. Всевышний говорит, а давай-ка еще раз пересчитай евреев. И что самое интересное, на это есть очень много комментариев. Ирам-бам, ираши. Я просто не хотела их приводить, для того, чтобы немножко вас не вывести в другое направление. За полгода людей в Израиле не увеличилось, не уменьшилось ни на одну душу. В этой недельной главе, когда вы откроете, вы увидите, что пересчитал Моше еврейский народ. И получилось у него 603 550 человек. Нет, больше, не меньше. И задают нашему 32 вопроса. Первый вопрос. Зачем их было пересчитывать, если мы с вами... Вот на эту тему, если честно, я вам хотела дать урок. Передумала. Сейчас я не понимаю, может, и неправильно я сделала. Тема заключалась в том, что есть Айнара. Есть в мире дурной глаз, и об этом тоже говорится в нашей недельной главе. Откуда это все выводится? Из того, что Всевышний говорит, когда ты пересчитываешь евреев, ни в коем случае не делай это. Первый, второй, третий, четвертый. Почему? Потому что на вещи скрыто и лежит благословение. Когда ты... Это очень смешно, но многие мудрецы говорят, что тебе не надо пересчитывать деньги, которые лежат у тебя в кармане. Почему? Потому что, когда ты знаешь точно, какая сумма у тебя есть, несмотря на то, что говорят, деньги любят счет, ты не даешь Всевышнему возможность сделать чудо и увеличить твои деньги. То есть, до того, как ты получаешь зарплату, ты тогда должна помолиться Всевышний, сделать так, чтобы эта зарплата достигла, я не знаю, 15 тысяч долларов. И только потом считать. Потому что, если ты посчитаешь, что там тысяча долларов, а ты попросил 15, то как бы Всевышний скажет, так ты же уже пересчитал, что у меня... Какая дорога у меня есть, увеличить твой доход. На скрытой вещи лежит благословение. Нельзя рассказывать женщине до пятого месяца, что она беременна, для того, чтобы люди не говорили об этом и не сглазили ее. Нельзя хвалить своих детей много при других, чтобы люди не сглазили тебя. Нельзя хвастаться деньгами, чтобы тебя не сглазили. Нельзя хвастаться количеством евреев, для того, чтобы евреев не сглазили, не напали на нас, не знаю, и не победили. Сглаз, он существует. И поэтому, например, существует такое обычное, что когда в синагоге хотят посчитать евреев, есть ли там 10 или нет, считают каким-то предложением истории, которое состоит из 10 слов. Например, я, когда работаю в детском садике, вывожу деток на прогулку. Я не могу считать первый, второй, третий, четвертый. Что я для себя придумала? Я считаю головы. Первая голова, вторая, третья, четвертая. Так как-то выходить из этой ситуации можно. Опять же, почему? Потому что, ай, нора, мы с вами говорили, вот это тоже очень актуально в наши дни сферата омера, когда мы еще продолжаем считать душевода 49 дней про учеников ради Акиллы. Вы помните, что мы с вами говорили? Написано в Талмуде, что 24 тысячи учеников, ой, время, который час у нас еще немножко, 24 тысячи учеников у нас умерли. Почему? Потому что не уважали друг друга. Спрашивают у нас мудрецы, с каких топор за неуважение умирают? Еще и мудрецы, праведники, еще и 24 тысячи. Кто от такого умирал? В Торе не написано такого закона. И там сказано, что да, они не уважали друг друга, но это не могло бы ступить причина их смерти. А что? То, что их стало так много, люди начали говорить. О, посмотрите, Акива вообще произошел от грешника Исава, и он вообще сын каких-то геров, и он до 40 лет не умел читать и писать. И откуда у него столько учеников? Когда люди о вас говорят, это влечет за собой, что сатан открывает вверху книгу вашей жизни и показывает Всевышнему, посмотри, ты ему реально дал детей, семью, дом, мужа, работу любимую, здоровье, все это дал? А посмотри, что он творит с этим. Он тебя хоть раз поблагодарил? Он хоть раз воспользовался этим? Неужели он этого достоин? И тогда Всевышнему приходится обдумывать, на самом деле достойны ли мы всего того, что мы получили? Мы не должны вызывать зависть у других людей. И это очень еврейская черта. Это, вот эта скромность, она присуща евреям. Просто часто мы об этом забываем. Мы не можем хвастаться. Почему? Потому что у меня это есть только потому, что Всевышний мне это дал. Не за мои подвиги, не за мои какие-то дела. Если этого нет у другого человека, это не потому, что Всевышний больше меня любит, а потому, что он просто этому человеку сейчас это не надо. Нет смысла хвастаться какими-то вещами, тем более, что это настолько нам вредит. Как только люди начинают говорить о наших заслугах, Всевышний начинают обдумывать, а правильно ли он нам это все дает. Кто-то из вас может сказать, что он все получил по достоинству? Я нет. Ни один мой ребенок не достоин моих заслуг. Это все нетто, кредит для того, чтобы я их еще с мужем отрабатывали, отрабатывали, потому что они у нас самые лучшие. Слава Богу. Дальше. Извините. Мы с вами уже говорили, что нет ни одного человека, который не важен в этом мире. Это каждого из нас должно поддерживать. Была когда-то история, я вам, по-моему, уже ее рассказывала. На одной фирме, которая занималась заморозкой, шхитованием и фасовкой заморозкой мяса, спасибо большое, работало много религиозных евреев. И они каждое утро, проходя мимо охранника, показывали свои сумки, безопасность, заходили, работали и назад выходили, как бы, шли по домам. Был только один человек, который постоянно здоровался с охранником, который проверял у него сумку. Шалом, шмойль, лейтраот, шмойль. Шалом, манишма, лейтраот, машлумха. Одно слово. Но я вам расскажу, как это спасло жизнь. В какой-то момент этот человек зашел в холодильник с мясом. Его там не заметили и закрыли, и все ушли. И этот охранник почувствовал, что что-то ему не хватило. Что-то сегодня пошло не так, как обычно. И он понял, что он не услышал до свидания, до завтра от этого человека. Он позвонил главному и сказал, этот человек не вышел издание. Пришли, проверили, спасли ему бедному жизнь, и он понял, что одно слово, добрый день, только что сделало невероятное чудо. Мы никогда не знаем, какой человек, нельзя так говорить, наверное, но принесет нам пользу, сделает в нашей жизни что-то важное. мы ни в коем случае не должны кем-то пренебрегать так же, как мы не хотим, чтобы пренебрегали нами. Например, я не знаю, почему я, когда работала в свое время очень часто вожатой, и в конце лагеря у нас всегда был фидбук, и мы общались с нашей командой, и ожидания реальности. И всегда, я не знаю, почему, все говорили, что при первой встрече со мной все думают, что я сноб, что я лицемерная, что я высокого о себе мнения, я не знаю, какие-то такие вещи странные, они обо мне всегда думали. А потом, когда они со мной знакомились, понимали, что я вообще своя в точку, и никакой гордыни во мне и не бывало, мне иногда даже не хватает. Поэтому, я всегда говорю, не пренебрегайте никаким человеком, и всегда думаю, пусть бы люди мной не пренебрегали, пусть бы они не смотрели на свое первое мнение обо мне, потому что, как я поняла, это было для меня просто открытием, первое мнение обо мне всегда не такое, как оно выходит на самом деле. Также, я уверена, у вас. Поэтому, никогда не судите человека по его внешности и первых минутах общения, потому что, может быть, это совсем не то, что он из себя представляет. Шульхан Арух у нас спрашивает, почему, вот, а, извините, немножко отвлеклась, в нашей недельной главе считают, и мы с вами сказали, что этот счет не изменился. Что же тогда особенного было в этом счете, что Всевышний хотел нам этим что-то показать, что-то важное для Шавуота? Всего три слова, которые отличают этот счет от всех остальных, когда наш народ пересчитывали до и будут пересчитывать позже. Всевышний сказал, посчитай всех поголовно. Что это для нас значит? Это значит, что каждый раз, когда Всевышний говорил, посчитай евреев, они должны были дать пол шекеля, и потом он считал количество этих монет и понимал, сколько привет всем, сколько человек у нас в народе. Но мог прийти один папа, дать пять шекелей и сказать, вот тебе за десять человек в нашей семье пять шекелей. Здесь же Всевышний говорит, так не пройдет. Посчитай каждого поголовно. Пусть каждый человек придет к тебе и даст свой махацита шекель. Почему? Это важно, чтобы мы в этот праздник ощущали, что Тора дана каждому из нас. Что каждый из нас принес свои пол шекеля для Всевышнего и он принял их у нас из наших рук. И он тем самым сказал, мне не надо, чтобы за тебя кто-то отчитывался. Не думай, что если у тебя праведная жена, то ты выйдешь на ее подвигах. Не думай, что если ты воспитываешь детей еврейскими обучиями, и они у тебя идут законами Тора, тебе уже можно отдыхать и говорить, но я свое сделаю. Каждый из нас выходит на свидание со Всевышним. И каждый из нас является непосредственно ответственным за свои дела и ни за кого спрятаться уже невозможно. В Роша Шана за нас кто-то может трубить шафар. В Йом Кипур за нас кто-то может кантер вести молитву. Сукот, женщина вообще не обязана сидеть в суке, и мужчина может это сделать. На Песах, на Песах, кроме короны, вот этого Песаха, мы всегда можем прийти в гости к какому-то равину, и он будет все рассказывать, и я буду только уплетать мацу за обе щеки и слышать невероятные чудесные истории. Шабот, это единственный праздник, когда нам не за кого прятаться, потому что мы выходим напрямую со Всевышним, который говорит, ты моя любимая, ты мой хороший, такого как ты я не создал, потому что ты особенный, я для тебя создал этот мир. Продолжаем дальше. Сейчас. Я уверена, что я что-то пропустила, вот, например, история Брараби. Неважно, я это уже пропущу, потому что после меня есть следующий урок. К следующему четвергу я подготовлюсь более основательно. Извините меня, пожалуйста. Итак, я вам хотела закончить одной историей. Когда-то один нееврей, мусульманин пришел домой очень-очень злой с работы. Он сказал своей Фатиме, слушай меня, слушай меня, если я сейчас начинаю кушать пирог, и ты мне за это время не успеваешь делать несколько, я с тобой развожусь, уходи, ты меня не ждала, сколько можно, меня никто не любит, на работе меня не уважают, тут меня не уважают. И он начинает кушать пирог, и эта бедная Фатима хватается за голову. кофе нет, я забыла купить, и турка у меня не помыта, и как к соседям бежать, и с чего начинать, пока она это все думает в какой-то панике, он говорит, пошла из дома, хватит меня не уважать, почему я скажу именно мусульмане, потому что именно у них принято, я так читала, может быть вы меня поправите, что это не так, как только муж выгоняет жену из дома, это автоматически засчитывается как развод. На следующий день он остывает, он приходит к своему наставнику и говорит, послушай, я с Фатимой поступил так плохо, я ее выгнал, я не хотел разводиться, я вспылил там, где не надо, что мне сделать, он говорит, извини, по мусульманским законам ты уже с ней развелся, и назад дороги нет, иди крови, но он тебе поможет. Пришли они оба крови, ну, и он говорит, что тут сложного, давай вернемся на ваше место, где вы поссорились, сядь на тот же диван, посмотри под стол, ты видишь, крошки валяются, сейчас ты собираешь все эти крошки, кладешь себе на тарелку, и начинаешь медленно кушать, ты, Фатима, за это время быстренько готовишь ему кофе, и подаешь, пока он не успел доесть эти крошки. она успевает, она успевает, и, конечно же, у них, на-на-на-на-на, шломбайт. К чему это все? К тому, что иногда нам кажется, что мы маленькие крошки еврейского народа, что есть люди, которые уже соблюдают, которые уже что-то знают, которые, там, я не знаю, она преподает, она уже голову покрыла, она уже, я не знаю, юбки длинные одела, а он уже сделал обрезание, одел кипу, а я еще стою на месте, и мы чувствуем себя такими вот неполноценными, мизерными крошками, которые никогда не дойдут до консистенции пирога, потому что туда еще идти-идти, а я, кто я сейчас, и какие у меня есть возможности двигаться дальше. Всевышний нам, этой недельной главой, этим пересчетом говорит, каждая крошка для меня важна. Одна крошка упала из пирога, и весь его вес изменился, говорят наши мудрецы, если бы один человек заснул, решил не прийти, уехал в отпуск, по каким-то делам, я не знаю, задержался, и не пришел бы к горе Синай получать Тору, Всевышний бы ее не дал, потому что мы не можем получить Тору, а, еврейский народ получил, там соблюдают, тут соблюдают, тут, конечно, ей легко соблюдать, она в еврейской семье родилась, Ребецин с Равином, ну, на шаббат к ним схожу, а что, ну, а я больше не могу, я в шаббат должна работать, и школа у меня нееврейская под носом, и как у меня сын будет в кипе ходить, эти все вопросы решаемы, потому что все мы, это один большой пирог, и Всевышний не давал Тору большому еврейскому народу, кто хочет, берите, кто не хочет, я вас понимаю, каждая наша душа была там и получала Тору. Я вам хочу сказать одну маленькую вещь, три минуты у меня осталось, это тоже тема, на которую я хотела вам дать отдельный урок, но в последний момент перепутала. Мы с вами знаем, что тема семьи в иудаизме глобальная, невероятная, это основа еврейства, передача традиций от отца, сына и дальше, когда мы называем именами бабушек и дедушек для того, чтобы восстановить память о них. Семья, это целостная, я не знаю, страница иудаизма. И мы с вами говорим про то, что важно воспитывать детей в духе Торы, но когда мы смотрим на наших глав, мы замечаем вещь, которую я только вот, изучая этот урок, поняла. Про чьих детей у нас не говорится, чья семья они участвуют в построении еврейского народа. Семья Моше Робейну. Вы что-то слышали про его жену, вы что-то слышали про его детей. Вы помните, когда Всевышний после Золотого Тельца хотел истребить весь еврейский народ, сказать, что они недостойны моих чудес, он сказал Моше Робейну, я создам народ из тебя, ты достоин. Моше Робейну взялся за голову и сказал, нет, не делай этого. Почему? Мудрецы говорят, потому что он был скромный. Раша объясняет нереальную вещь, потому что он не хотел, чтобы от его сыновей происходил народ. Кто служил в храме? Сыновья Аарона. Кто держал руки Моше Робейну, когда тот находился на войне? Хур, сын Мирьям. У нас вообще не сказано про семью Моше Робейну. Где его дети? Почему они не унаследовали? Почему они не стали мудрецами? Почему он воспитывает своих племянников? А в Ифторе говорится всего два раза про сыновей Моше Робейну, хотя это был человек, который воспитал весь еврейский народ. И мудрецы дают в конце, в конце, в общем, если мы все пропустим, невероятный ответ. Когда Моше Робейну жил в Медияне со своим тестем, женой и двумя детьми, он увидел горящий куст, который сказал, иди освобождай евреев. Он пришел вместе со своей женой, двумя детьми в Египет. Его встретила Иорона и сказал, ты что, с ума сошел? У нас и так все евреи находятся в рабстве, ты еще свою семью сюда привел. Моше Робейну подумал и сказал, да, там им будет удобнее и отправил их назад. И пришли они только в недельной главе следующей, когда мы получали Тору. Это два упоминания про них. Почему же они не стали чем-то особенным? Потому что они не воевали за свое еврейство. Если бы они были рабами, если бы они видели чудеса, если бы они гневили Всевышнего и потом восстанавливали отношения, ссорились, мирились, это бы сделало их связь с еврейским народом неразрывной. А они просидели в тепличных условиях все это время. И когда им дали Тору, они подумали, ну, там хорошо было, тут хорошо было, что изменилось. когда человек платит, он это ценит. И это очень важно. Попробуйте, я не знаю, взять онлайн-уроки бесплатно, и вы на третий урок будете пропускать или заплатить за них. И тогда вы будете делать домашнее задание, понимать, что каждый онлайн-урок это деньги, и это важно. Евреем человек становится только когда он посредством Торы проходит испытания. Настоящей семейной парой женщина и мужчина становятся после первой ссоры и после первого примирения. Потому что, когда все гладко, отношения не выстраиваются, вы не притираетесь друг к другу, а остаетесь параллельными, прямыми, которые никогда не пересекутся. Поэтому, если вы мне сейчас скажете, что жить еврейской жизнью сложно, что это не для вас. Вспомните сыновей Мушера Бейну. Эта история пришла нам показать, что Тора не передается по наследству. Даже, даже сыновья Мушера Бейну не удостоились получить Тору. А кто ее получил? Обычные евреи. Почему? Потому что они проходили через какие-то сложности, они побеждали. И я надеюсь, что каждый из вас сможет в этот шивот сказать «Я личность, у меня свидание со Всевышним, я для него самой особенной в мире, и я хочу попробовать получить ее Тору, привязаться к ней и идти с ней до конца, несмотря на все препятствия». Желаю вам шаббат шалом. Чувствуйте, что вы особенная, чувствуйте, что Всевышний каждого из вас любит, как целый мир на чашу весов, вы равно остальным. Шаббат шалом, до следующего урока с Божьей помощью. Аааааа, Продолжение следует...